Митахондрии – инструмент зла. Существует генетическая программа самоубийства клеток. И как связаны митахондрии с болезнями и старостью. Сборник открытий и статей о митохондриях. Составлен по трудам следующих ученых. Владимир Скулачев, советский и российский биохимик, академик РАН, 1991. Академик КАН СССР с 1990, член-корреспондент с 1974. Заслуженный профессор МГУ, декан-основатель его факультета биоинженерии и биоинформатики. В 2002 и директор Института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ. Лауреат Государственной премии СССР 1975 и Демидовской премии 2017 года. И. Агола, советский и российский ученый-вирусолог, генетик, доктор биологических наук. Группа профессора Говарда Якобса из университета Тамперя. Петер Агст, бывший преподаватель медицины в университете немецкого города Фульда. И его дочь Михаила Агст-Гадерман, врач и научный журналист. Т. Оузава и его работа. Старение и активные формы кислорода. АФК. Дэнхэм Харман, бегер-онтологист, был почетным профессором в университете медицинского центра штата Небраска. Микеле и его свободно-радикальная митохондриальная теория старения. Ребекка Гершман, Рочестерский институт, штат Нью-Йорк. Жаа Апасас, из института старения при университете Нью-Касла в Великобритании, и его команда. Доктор Клара Корея, Милу Институт старения Нью-Касла. Владимир Пятибрат, микробиолог, метафизик, дихрюктор. Петр Чумаков, профессор, доктор биологических наук, руководитель лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии М.А. Энгельгард Таран и отделение молекулярной генетики Лернеровского исследовательского института в Кливленде, США. Кристина Бауэр, портал Московская медицина. Группа профессора Говарда и Кобса из университета Тампере, который изучает механизм старения. Мы занимаемся геномом митохондрий, это единственное образование, органеллы, имеющие собственный геном. Они служат энергетическими станциями клетки, вырабатывая энергию, производят немало ядовитых отходов. Наша группа, в которую входят ученые из Финляндии, Италии, Швеции, Франции и Великобритании, провела большую работу, определила функции ключевых генов в геноме митохондрии и сумела связать многие мутации с конкретными болезнями, как наследственными, так и старческими. А сейчас мы вплотную подошли к проверке митохондриальной гипотезы старения, согласно которой отходы разрушают систему ремонта организма, и в первую очередь ДНК самих митохондрий. Нам удалось вывести мышь, у которой ДНК митохондрий очень слабо защищена, и эта мышь действительно стареет в десяток раз быстрее обычных. Изучив на такой модели механизм старения, связанный с митохондриями, мы сможем быстро продвинуться к поиску средств продления жизни, а также лечения многочисленных болезней, вызванных с нарушениями в производстве энергии. Владимир Скулачев Существует генетическая программа самоубийства клеток. В научном журнале «Биохимия» за 97 и 99 годы были мои статьи в журналах «Наука и жизнь», «Химия и жизнь». Большая статья опубликована в российской газете в сентябре прошлого года. Я не уверен, что мои идеи приблизили человечество к бессмертию. Более того, даже если они верны, то речь идет не об истинном бессмертии, а об отмене старения. Истинное бессмертие предполагало бы восстановление нормального организма после любой катастрофы, в то время, как отмена старости, если бы это удалось сделать, просто продлила жизнь человеку. В результате люди умирали от несчастных случаев или по собственной воле, путем самоубийства. Общепринятая точка зрения состоит в том, что старение человека неизбежно так же, как старение любого сложного механизма. При этом как-то забывают, что живой организм, в отличие от мертвого механизма, располагает чрезвычайно совершенными системами починки возникающих повреждений. Фи ниоткуда не следует, что нам отведен срок, допустим 100 лет, и эти системы починки повреждения не могли бы обеспечить нам сотни лет жизни. Я повторяю, что я не уверен в справедливости своей гипотезы, но если она действительно справедлива, то она обещает радикальное увеличение продолжительности полноценной молодой жизни, а не продление старости. Можем допустить, что в живом организме имеется специальная записанная в генах программа старения, способствующая ускорению совершенствования биологических видов. Но раз есть программа, то ее можно сломать и тем самым отменить старение. На этом могут возразить, что применительно к человеку, мы тем самым замедлим его эволюцию. Это действительно так. Но я абсолютно уверен, что человечество, столкнувшись с дилеммой, резко продлить молодость или оставить все как есть с целью сохранения природных темпов эволюции человека, выберет первую возможность. Гораздо легче сломать программу старения, чем каждый раз чинить поломки, возникающие в нашем теле с возрастом. Существует точка зрения, общепринятая не только среди ученых-геронтологов, но и среди людей вообще, что жизнь и смерть несовместимые антипода, что все сущее смертно, а попытки радикального продления жизни людей путем отмены программы старения суть поиска вечного двигателя. Однако ниоткуда не следует, что такая парадигма справедлива. Более того, есть прекрасные примеры бессмертных живых существ в том смысле, что им неведомо старение. Таков огромный мир бактерий. Бактерии делятся, размножаясь вегетативным образом до тех пор, пока есть питательная среда. Они не стареют. Есть поразительные примеры отмены старения у более высокоорганизованных существ. Например, грипп подоспора утрачивает способность к старению, если нарушается функция внутри клеточных органелл, митохондрий. Обычно срок жизни подоспоры около 20 дней. В то же время подоспора с нарушенными митохондриями живет годами без всяких признаков старения. Другой пример. Бамбук размножается вегетативно 15-20 лет и не стареет. Затем внезапно переходит на половое размножение и после созревания семян стареет за считанные дни и умирает, дав место семенам, чтобы прорасти. Самка осьминога откладывает яйца, ухаживает за ними, пока не выведутся маленькие осьминоги. В этот момент осьминожиха теряет аппетит и, спустя несколько дней, умирает от голода. Потери аппетита не происходят, если удалить так называемую оптическую железу. В этом случае осьминожиха находит в себе нового самца и размножается еще раз. Я мог бы продолжать эти примеры, которые показывают, что по крайней мере у некоторых живых существ смерть есть результат включения определенной программы, записанной в генах. Вопрос лишь в том, присуща ли такая же программа человеку. Этим и следует заниматься, если мы хотим радикально продлить жизнь людей, отменив предполагаемую программу. К гипотезе о том, что старение есть программа, я пришел, исследуя судьбу кислорода в нашем организме. Всю жизнь я исследовал энергетический аспект этой проблемы. Известно, что кислород сжигает питательные вещества в нашем организме, обеспечивая тем самым получение энергии, необходимой для жизнедеятельности. При этом кислород, как правило, превращается в молекулу воды, что означает его четырехэлектронное восстановление с последующим присоединением четырех протонов. Эта сложная реакция катализируется специальными белками-ферментами, заключенными в митохондрии. Однако иногда происходит гораздо более простой процесс одноэлектронного восстановления кислорода в супероксид. Долгое время считалось, что это неизбежная расплата за кислородную энергетику, а именно, что организму не удается полностью исключить более простую реакцию. Тем не менее, оказалось, что есть специальные белки-ферменты, которые катализируют в нашем организме образование супероксидов. На первый взгляд, это очень неожиданно, поскольку супероксид ядовит сам по себе и является предшественником еще более ядовитых продуктов, например, радикала гидроксила. В некоторых случаях ядовитые продукты такого типа образуются снаружи клетки и служат ее оружием в борьбе с патогенными бактериями. Однако описаны и другие случаи, когда яд возникает внутри клетки и убивает ее. Именно так организована запрограммированная смерть клетки, так называемый апоптос. По тому же принципу устроено самоубийство митохондрии, митоптос, а также коллективное самоубийство групп клеток и самоуничтожение органов в процессе эмбрионального развития. Арганоптос. Вопрос лишь в том, существует ли такого рода явление на уровне целого организма, то есть биохимическое самоубийство организма. Я назвал это предполагаемое явление фенопрозом. В настоящее время мы исследуем все перечисленные типы самоликвидации живых систем, завязанные на продукцию ядовитых форм кислорода. Мы полагаем, что прервав этот процесс, то есть образование супероксида, можно было бы отменить или хотя бы заменить программу старения. Есть основания полагать, что главным источником супероксида при старении служат митохондрии. Вот почему наш главный интерес сегодня, это прервать образование ядовитых форм кислорода этими органеллами. Биоинженерия, обоюдоострое оружие. Не составит большого труда вывести сверхпатогенную бактерию, которая одновременно будет образовывать токсины как чумы, так и холеры. Опасно вторгаться в генетическую программу организма. Однако данные обстоятельства не повод к запрещению биоинженерии. Человечество уже встало на этот путь и, конечно же, с него не свернет, поняв, какие колоссальные перспективы он сулит. Надо сказать, что шумиха вокруг использования в пищу продуктов, образуемых генетически измененными существами, не имеют под собой серьезных научных оснований. Селекционеры уже много тысяч лет стихийно, на ощупь, а стало быть наобум, вмешиваются в генетику сельскохозяйственных растений и животных. Отличие генной инженерии состоит только в том, что она пытается сделать это предсказуемым образом, так сказать, с открытыми глазами. Другая проблема, как мне кажется, бессмысленно обсуждаемая в широких кругах общества и даже в парламентах и правительствах стран, это клонирование человека. Но сегодня оно невозможно по чисто техническим обстоятельствам. Такого рода процедура встретила непреодолимые пока трудности, причем нет серьезных оснований надеяться на быстрый успех. Уже совершенно очевидно, что существует генетическая программа самоубийства клеток. Кстати, за открытие этих генов у одного из простейших, но любимых объектов, червячка Сенархабдитис Элегонс полтора года назад была присуждена Нобелевская премия по физиологии. Наша главная задача, выяснить место этого явления в более сложных системах, тканях, органах и живых организмах. Наш особый интерес, конечно же роль ядовитых форм кислорода и образующих их митохондрий в явлениях запрограммированной смерти, имея в виду конечную цель отмену этой смерти. Скулачев ФП. Директор НИИ ФПИМ. Белозерского, Академик РАН. Ученый. Удаление митохондрий вызывает процесс омоложения. Впервые ученые определили, что именно митохондрии электростанций клеток, имеют решающее значение в процессе старения, после того, как они обнаружили, что удаление митохондрии из клеток человека снижает уровни маркеров клеточного старения, вызывая процесс омоложения. Руководитель исследования доктор Жаапасас из Института старения при Университете Нью-Касла в Великобритании и его команда, уверены, что их выводы проложат путь для новых стратегий, призванных обратить вспять процесс старения. Доклад об исследовании опубликован в издании The Emo Journal. Процесс старения, как полагают, вызван различными формами повреждений, которым наши клетки подвергают в то время, как мы становимся старше. Известно, что клеточное старение связано с повреждением, в ходе которого определенные клетки теряют способность к размножению. В результате, они с течением времени растут, в результате чего происходят повреждения окружающих здоровых тканей, производя повышенные уровни активных форм кислорода. АФК – процесс, известный как окислительный стресс. В ходе своего исследования, доктор Пассас и его коллеги задались целью получить лучшее понимание роли митохондрии в клеточном старении и в процессе старения в общем. Митохондрии генерируют химическую энергию в клетках, что позволяет им выполнять свою работу. Предыдущие исследования также связали окислительный процесс и деятельность митохондрий, хотя исследовательская группа отмечает, что другие работы, которые связывают производство АФК митохондриальными источниками, производят противоречивые результаты. Удаление митохондрии уменьшило маркера клеточного старения. Команда ученых решила провести серию генетических экспериментов, в которых они вырастили человеческие клетки в лаборатории и удалили почти все митохондрии. Исследователи объясняют, что клетки обычно используют процесс, называемый метафагия. Утилизация митохондрий, для того, чтобы избавиться от неисправных митохондрий. В данном исследовании, доктор Пассес и его коллеги обманули клетки и запустили метафагию на гораздо более высоком уровне, что позволило устранить подавляющее большинство митохондрий в процессе старения клеток. Ученые обнаружили, что, когда митохондрии были удалены из стареющих клеток, это вызвало процесс омоложения. Маркеры клеточного старения, включая РОС, воспалительные молекулы и некоторых экспрессий генов, просто рухнули до уровней, которые были сопоставимы с теми, которые отмечаются как у более молодых клеток. Кроме того, исследователи обнаружили, что ключевым фактором клеточного старения выступает митохондриальный бельгинез, процесс, при котором образуются новые митохондрии в клетке. Доктор Пассес говорит, что их результаты являются очень удивительными и интересными, отметив, что в то время как ученые уже знали, что митохондрии играют роль в процессе старения, они изо всех сил пытались определить, в какой именно степени митохондрии способствуют старению. Новые данные подчеркивают, что именно митохондрии являются самым важным ключом в старении клеток, добавляет он. Комментируя результаты, соавтор исследования доктор Клара Корея Милло, также из Института старения Нью-Касла, говорит, что результаты могут иметь важные последствия для здоровья. Это первый случай, когда исследование показывает, что митохондрии являются главными факторами клеточного старения. Теперь мы стали на шаг ближе к разработке методов лечения, которые нацелены на нейтрализацию митохондрий, чтобы противодействовать старению клеток. Кстати, буквально на днях, портал Московская медицина уже сообщил об открытии, в котором исследователи обнаружили, что удаление стареющих клеток мышей увеличило продолжительность жизни грызунов примерно на 35%. Автор. Кристина Бауэр, портал Московская медицина. Женская клетка содержит более 100 тысяч митохондрий, тогда как мужская лишь 100. Свободно-радикальная теория старения утверждает, что старение происходит из-за накопления повреждений в клетках, нанесенных свободными радикалами с течением времени. Каждый день, каждый час, минуту, секунду в нашем организме происходят физиологические процессы. Например, дыхание. В процессе их пробега в качестве побочного продукта появляются свободные радикалы. Теория впервые была предложена Денхэмом Харманом в 1950-х годах. А в 1970-х годах Харман сделал предположение о ключевом участии митохондрий в образовании свободных радикалов, повреждающих клетки. В 1980 году Микелем с авторами была предложена свободно-радикальная митохондриальная теория старения, которая опирается на мнение Хармана о том, что главным источником свободных радикалов в клетке являются митохондрии. Свободно-радикальная митохондриальная теория старения, представляющая собой модификацию свободно-радикальной теории старения, утверждает, что старение у людей и животных обусловлено накоплением повреждений в митохондриях и митохондриальной ДНК. О возможной связи митохондрий с процессами клеточного старения есть и более ранее работы. Однако в 1972 году Харман предположил, что продуцируемые именно митохондриями свободные радикалы могут быть причиной старения, таким образом дополнив свою оригинальную теорию. Митохондрии являются основными продуцентами свободных радикалов в иукариотических клетках. Свободные радикалы, такие как Супероксид-радикал или гидроксид-радикал, в норме образуются в митохондриях в ходе работы дыхательной цепи, обеспечивающей синтез АТФ, основной энергетической валюты клетки. Митохондрии также в большей степени подвержены повреждениям от свободных радикалов. Митохондриальная ДНК, в отличие от ядерной, не защищена гистонами или другими ДНК связывающими белками. И, так как митохондрии являются важными клеточными органеллами, нарушение их работы может приводить к таким драматическим последствиям, как, например, апоптос, программируемая клеточная смерть. Примером исследования, подтверждающего митохондриальную теорию старения, может служить работа, где было показано увеличение продолжительности жизни у мышей при гиперпродукции и митохондриальной каталазы фермента, разлагающего перекись водорода на воду и кислород. Перекись водорода, не будучи нейтрализованной, способна разлагаться с образованием гидроксилрадикала, накопление которого, согласно свободно-радикальной теории, может приводить к старению. Митохондрии находятся внутри каждой из клеток организма. Практически это отдельный живой организм, паразитирующий на клетке основного тела. В процессе своей жизнедеятельности митохондрии потребляют питательные вещества и выделяют продукты своей жизнедеятельности, то есть, яды для всего остального организма. Так поступают все паразиты. Митохондриальная теория старения получила широкое признание в научном сообществе. Генетически запрограммированная смерть клетки, апоптос может быть вызван, в числе других причин, радикалами, генерируемыми в клетке, в первую очередь митохондриями. Существует мнение, что апоптос и служит для того, чтобы элиминировать клетки, образующие слишком много радикалов и других активных. В последнее время было показано, что запуск механизма апоптоза при действии на клетку активных форм кислорода связан с событиями в митохондриях. Согласно представлениям, первоначально сформулированным Микелем и развитых впоследствии Т. ОУЗАВА, генерация свободных радикалов, в первую очередь при работе самих митохондрий, приводит к мутациям в МТДНК. В результате этого нарушается синтез белков, входящих в состав дыхательной цепи, и она начинает работать хуже. В частности, образует увеличенное количество радикалов супероксида, порочный круг замыкается. Эта часть схемы объясняет связанные с возрастом ухудшения работы митохондрии и накопления дефектов в ДНК. А теперь речь пойдет о книге «Хвала Лене», которую в четыре руки написали Петер Акст, бывший преподаватель медицины в университете немецкого города Фульда, и его дочь Михаэла Акст-Гадерман, врач и научный журналист. В своей книге авторы выступают против засилия модели красоты и эффективности, которую якобы можно достичь, только обливаясь потом в спортзале и много работая. Их основной тезис состоит в том, что не только стресс, но и избыток занятий спортом снижают продолжительность жизни, поскольку увеличивают производство пресловутых свободных радикалов, нестабильных молекул, которые имеют лишь один электрон вместо двух и поэтому стремятся к равновесию, присоединяя электрон от другой ближайшей молекулы и в результате своеобразной цепной реакции приводя к возникновению новой нестабильности. В результате клеточного метаболизма свободные радикалы превращаются в перекись водорода, которая повреждает клетки, ускоряя старение. Избыток физической нагрузки сказывается отрицательно, поскольку в клетках мышц усиливается деятельность митохондрий, которые одновременно являются основным центром производства свободных радикалов и центром энергии клеток, где проходят реакции дыхательной цепи. Все это означает снова возникновение перекиси водорода, с которой нужно бороться, потребляя антиоксиданты, содержащиеся, например, во фруктах и овощах. Либо, как иронически советуют Петер и Михаил Акст, ничего не делая. Ассоциированное со старением изменение митохондриального генома наблюдается в различных видах. Оно включает точковые мутации нуклеотидов, а также делится и клеточный энергетический кризис ведет в конечном счете к клеточной смерти, апоптозу через фрагментацию митохондриальной ДНК, дегенерацию и атрофию тканей. Смотри статью в И. Агола – генетически запрограммированная смерть клеток. Соросовский образовательный журнал. 1996. 96. Твердый знак 6. С. 20-24. Показано, что внедрение митохондриальной ДНК в хромосому может быть причиной рака и старения. В настоящее время ни одна теория старения не может игнорировать роль митохондрий. Уже нет сомнений, что митохондрии представляют собой центр контроля апоптоза. Гибель клетки связана с выработкой специфического белка-убийцы, который локализован в межмембранном пространстве митохондрии и выходит из нее, когда она не справляется с удалением активных форм кислорода, супероксид аниена, перекиси водорода. Последние индуцируют открывание пор во внешней мембране, что и приводит к выходу этого белка в цейтозоле включению цепи метаболических реакций, ведущих к синтезу протиаз и нуклеаз, переваривающих клетку. Исследуются вещества, в том числе и синтезирующиеся внутри клетки, которые оказывают воздействие на митохондриальную мембрану и тем самым предотвращают или, напротив, ускоряют апоптоз. Некоторые из них являются анкобелками. Белками, вовлеченными в развитие раковых опухолей. Их действие может быть связано с тем, что апоптоз является крайней мерой, позволяющей избавляться от сильно поврежденных геномов, накопление которых приводило бы к злокачественному перерождению тканей. Действительно, регуляция апоптоза нарушена в опухолевой ткани. Он в ней практически не наблюдается. Кроме того, удаление части клеток – это необходимый этап любого морфогенеза. В 1998 году номер ведущего научного журнала «Биочимика и биофизика акта» полностью был посвящен роли митохондрии в клеточной смерти. Читатель может получить информацию об этом и других особенностях митохондриальной биоэнергетики из статей ФП. Скулачева. Митохондрии производят АТФ, но они же его сами и потребляют немерено, поддерживают температуру 36,6 для паразитов, связывают заряды, что поступают в клетку извне. Чтобы продлить себе жизнь, надо есть низкокалорийную пищу. С сахарой и алкоголя, спиртоподозрения сняты. Опыты над животными и насекомыми показали, отмечают в совместных публикациях газета «Монт» и журнал «Ньюча», это продляет жизнь на 50%. Тела живых существ пищи сгорает во внутриклеточных энергостанциях, митохондриях, которые вырабатывают пищу для клетки. АТФ. Но одновременно они вырабатывают свободные радикалы. Радикалам для стабилизации нужны электроны, которые они извлекают из первых попавшихся молекул организма. Эти митохондрии наносят нам непоправимый ущерб организму. Поэтому чем меньше получат калории эти органеллы, митохондрии, тем меньше вырабатываемых радикалов и прероксидазы. По материалам российской печати. Вся основная энергетика клетки, не считая электроионной накачки ионами, вырабатывается и регулируется при помощи специальных микрочипов. Процессорами энергопитания невольника называют их селениты, а на языке корифеев медицины, это митохондрии. Митохондрии поддерживают необходимую температуру тела у людей и животных, нужную для паразитов, образующих комплекс различных механизмов, тормозящих нервную систему человека. Эта так называемая иммунная система не допускает формирования естественного электроплазменного околоклеточного щита, блокирует эффективные схемы процессов обмена веществ. Специальные микробы, лизосомы разрушают клетки человека ферментами и кислотами, для кормления паразитов. Это происходит и в случае нарушения клеткой принципа подчиненности системе, перехода на саморегуляцию. Геронтологи обратили внимание на то обстоятельство, что нормальная или физиологическая температура тела человека, составляющая 37 градусов, является критической для существования ДНК. Дело в том, что при этой температуре химические связи в молекуле ДНК оказываются весьма нестабильными. Эта нестабильность приводит к возникновению разного рода спонтанных повреждений ДНК. Клетки в организме человека, а также общее количество клеток, получаются просто астрономические цифры спонтанных повреждений ДНК, с которыми организм вынужден как-то сосуществовать. Если же сюда прибавить еще и повреждения, вызываемые фоновым излучением, не говоря о прочих неблагоприятных средовых мутагенных факторах, то возникает закономерный вопрос о том, каким образом клетки нашего тела живут при таком физиологически неоптимальном режиме, сохраняя свою исходную генетическую структуру. Клетка набита митохондриями под завязку. Не так, как нам говорят в учебнике биологии 1, 2, а бывают тысячи десятки тысяч митохондрий в одной клетке. Это вообще безумие. Какая там может быть жизнь? Наша жизнь. Это лишь патологический обмен веществ. Чужеродно-бактериальный иммунитет. Поведение, контролируемое через морфиноподобные вещества-наркотики, которые синтезируют посреднические механизмы в мозге, также их выделяют. Эндокринная система и колонии микробов. Как, впрочем, считалось, что митохондрии – это исключительно добрая вещь, ласковая и пушистая. Мало кто говорил, что практически клетка ими набита под завязку. Не так, как нам говорят в учебнике биологии 1, 2, а бывают тысячи десятки тысяч митохондрий в одной клетке. Это вообще безумие. Какая там может быть жизнь? Весь их цикл поведения вкладывается исключительно в паразитарные рамки. Тем более, очень четко известно, что они являются родственниками вальбахий. Что и те, и другие, и митохондрии, и вальбахии своим происхождением обязаны женщине. Что только женщина передает и является разносчица и вальбахии, и митохондрии. Потому геном прослеживается по матери по митохондриальному. А то, что вальбахии более активные и агрессивные формы, являются очень родственными митохондриям, только обладающими гораздо большими способностями и возможностями, в частности по контролю над мужской популяцией. Вальбахии или видоизменяют пол, или уничтожают его, практически сводят к нулю или рождение, или здоровые особи мужские. То есть, по сути дела, генетическая война. Наша жизнь. Это лишь патологический обмен веществ. Чужеродно-бактериальный иммунитет. Поведение, контролируемое через морфиноподобные вещества наркотики, которые синтезируют посреднические механизмы в мозге, также их выделяют. Эндокринная система и колонии микробов. Ученые запугали вас сложностью этих понятий. Программа судьбы матрицы, выполняется именно через бактериальные интерфейсы. Есть рассекреченные работы об альтернативных функциях митохондрии. Они не только вырабатывают АТФ, но и с большим успехом поглощают АТФ с выделением тепла, токсинов и свободных радикалов. Полезно ли соблюдать пост? Современная наука утверждает, посты могут продлевать жизнь. Посты в России соблюдали, но мало кто считал их полезными. Наоборот, признаком здоровья был большой живот. Недаром же слова жизни живот в нашем языке синонимы. Исследования последних 30 лет доказали, что большой живот, это корень главных болезней современности, гипертонии, диабета, атеросклероза. Ученые детально представляют, как пост увеличивает продолжительность жизни. Ограничение количества пищевых калорий во время поста стимулирует в наших клетках процесс аутофагии, или, говоря обыденным языком, самоедство, объясняет Петр Чумаков, профессор, доктор биологических наук, руководитель лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. А. Энгельгард Таран и отделение молекулярной генетики Лернеровского исследовательского института в Кливленде, США. Клетки начинают как бы поедать свои собственные поврежденные структуры и запасы, пуская их на энергетические нужды. В первую очередь съедаются митохондрии, энергетические станции клеток. В поврежденном состоянии они выделяют много соединений активного кислорода и этим способствуют процессу старения. Избавляясь от старых запасов и структур, клетка омолаживается. В ней как бы сбрасывается отсчет времени, и она и сам организм в целом становится моложе. Конечно, паститься нужно правильно. Недостаточно отказаться лишь от животной пищи, нужно ограничить потребление еды вообще, чтобы сократить количество съедаемых калорий. Это ключевой момент для продления жизни. В первую очередь ограничьте потребление продуктов слегка усвояемыми углеводами, даже если они постные, как сахар, белый хлеб, картофель, советует Петр Чумаков. Предпочтение нужно отдавать пище, которая усваивается труднее. Например, лучше есть не манную кашу, а овсяную или гречневую. В них больше белка, а калории, получаемые из белка, всегда полезнее калории из сахара. Для запуска аутофагии не обязательно ограничивать себя в питании долго. Петр Михайлович считает, что достаточно несколько раз в неделю проводить разгрузочные дни, во время которых вы будете съедать примерно на 40% меньше, чем обычно. А в остальное время можно не ограничивать себя в еде. Эти научные рекомендации хорошо сочетаются с канонами православия, согласно которым среда и пятница должны быть постными днями. Ограничение калорий запускает еще один механизм продления жизни, активацию главного гена долголетия, который ученые называют свайрт-1. Подобный ген присутствует у всех живых организмов, от дрожжей до человека, говорит Петр Чумаков. И это подчеркивает его универсальную роль в эволюции. Он помогает живым организмам выжить в периоды голода. Преуменьшать значение постов для продления жизни не стоит. Косвенно их роль подтверждает советский опыт, когда, несмотря на голод и лишения, многие люди становились долгожителями. Вот самые яркие примеры. Актер Георгий Жонов, проживший 90 лет, больше 10 лет был в лагерях. Писатель Олег Волков, умерший в 96 лет, провел чуть ли не 30 лет в тяжелейших лагерных условиях. Здесь нужно вспомнить и основателя нашего института академика Александра Баева, прожившего 90 лет, 17 из которых прошли в ГУЛАГе. Возможно, недостаток питания сыграл определенную роль в феномене долгожительства после лагерей, пытается объяснить эти трагические парадоксы Петр Чумаков. И это при том, что питание было не только недостаточным, но и неполноценным, витаминов и других полезных веществ им явно не хватало. У Жонова была тяжелейшая цинга. Было много других факторов, ухудшающих здоровье. Но, похоже, у них действительно снижалась скорость старения организма. Голодание и серьезное ограничение пищи противопоказано детям, беременным, кормящим грузью, а также при сахарном диабете, язвенной болезни, гастрите, повышенной функции щитовидной железы, анемии из-за недостатка железа, кахексии. Истощение. Хотел обратить внимание приверженцев теории о том, что митохондрии это энергетические станции клеток на тот факт, что с чего бы это организму в первую очередь поедать своих. И далее парочку предложений очень показательные. Как не раз отмечалось на форуме Веча, не уничтожать, а выводить из игры митов, как и прочих изначальных симбиотов-паразитов, в нашем теле, постепенно изменив персональные таблицы судеб, поскольку повязаны мы с ними, судьбой. Спасибо. 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 Спасибо.